Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, дорогие друзья! Московское время, 14 часов 3 минуты. В эфирной студии телерадиоканала Страна.ФМ Роман Шахов. У нас стартует очередной выпуск программы «Лучшее в стране». И сегодня, внимание, у нас гости. Я их представлю. Светлана Раханова, заведующий историк Краевического музея Денцовского городского округа, а также Инна Тютюнникова, научный сотрудник, историк Краевического музея. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы смотрим в календарь, мы понимаем, что не за горами не только лето, но и день рождения великого Александра Сергеевича Пушкина. И это событие в первые выходные лета, а именно 2 июня, можно прекрасно отметить. Абсолютно верно. Прав ли я, Светлана? Абсолютно верно. В Захарово в этом году 44-й раз, повторяю эту цифру прекрасную, 44-й раз пройдет праздник, Пушкинский праздник в Захарово. 220 лет, Александр Сергеевич? Да. Это, так сказать, дата, которую отмечает вся страна и весь мир, не побоюсь этого слова. А Захарова будет такой еще внутренний праздник, потому что цифра 44 тоже по-своему хороша. Ну, давайте скажем, может быть, не все знают, хотя я уверен, что подавляющее большинство, что Захарова – это небольшая деревня, это дача была семьи Александра Сергеевича. И он там с 6 лет, наверное, да, с какого возраста? Ну, это детство. Детство Пушкина, это его любимая дача, это место, куда он приезжал совсем маленьким ребенком. И по воспоминаниям он был толстенький, симпатичный, а уезжал из Захарова подросшим, загорелым и вытянувшимся. И поэтому это место, в общем-то, его детского счастья, детских каких-то впечатлений. И первых стихов он написал. Первых стихов на французском языке, а потом на русском. И русский, собственно, наверное, он изучал, да, Инна Викторовна? Инна Викторовна, что вы скажете? Маленькая историческая ремарка. Захарова приобрела в 1804 году бабушка Александра Сергеевича Мария Алексеевна Ганнибал. И с 1805 года по 1810 год семья жила там летом. Потом Пушкин поступает в Царско-сельский лицей, уезжает в Санкт-Петербург, за ним уезжает вся семья. И в 1811 году Мария Алексеевна, дальняя родственница, продает Захарова. Но Захарова было куплено именно для того, чтобы на лету туда приезжали дети. Это было богатое село. Это было село со своими традициями старыми, где вместе проводили праздники красочно, где пели, где танцевали. Маленький Пушкин все это видел. Это потрясающее место для пушкинистов, или не только для пушкинистов. Это, как мы говорим сейчас, место силы. И Пушкин по-прежнему остается гением этого места, гением, который охраняет это место. Там сохранились липы старого парка, там сохранился старый пруд. Дом, конечно, неподлинный. Дом горел два раза. Теперь дом возведен на старом фундаменте. Открыли его в 1999 году. Но духом Пушкина овеяно в Захарова все. Итак, друзья, в Захарова, в Одинцовский район, съезжаемся 2 июня. К 11 часам там все начнется. А вот что начнется, давайте расскажем. Начнется очень много разных мероприятий. На самом деле, несмотря на то, что открытие праздника в 11 часов, официальное открытие в 12. Тем не менее, в 10 часов уже на поляну в Захарова начинает стекаться народ. И уже все точки, как мы их называем, они уже все работают. Уже ждут посетителей художники со своими выставками. Уже ждут художника, который делает мастер-классы, как исторические, так и современные. Начинаются концерты, начинаются приветствия, люди начинают водить хороводы. То есть это такой большой праздник, который будет весь день. 5 тысяч человек примерно там бывает. Больше. Мы ждем больше, потому что в прошлом году было чуть больше. Парковка. Как там вообще? Парковка есть. Конечно, народу будет много. И дорога будет частично заблокирована постами наших доблестных... Забыла, как они теперь называются? Сотрудники ГИБДД? Я просто думал, вдруг у вас какие-то волонтеры, поэтому... Нет, нет, нет. Но рядом с поляной есть парковка, которая вмещает достаточно много машин. Но ни разу, я не знаю ни одного такого случая за все 44 года... Ну, не заблудится, конечно, при этом. Которые люди не припарковались. Как увидите, что люди в цилиндрах выходят из автомобилей, значит, это вам туда. Но можно добраться не только на машине. Во-первых, ходят электрички с белорусского вокзала. Внимание, обратите обязательно, чтобы электричка шла до города Звенигорода. Соответственно, вы доезжаете до Захарова, и там по живописной тропиночке буквально 5 минут, и вы на месте. Вот пушкинские места, живописная тропиночка. Да, живописная тропиночка, ничего не скажешь. Второй вариант, вы доезжаете также с белорусского вокзала до станции Голицына, где будут бесплатные автобусы, которые довезут прямо до места. И третий вариант, это из города Одинцова. Вот, то есть доезжаете на любой электричке белорусского направления, кроме Усовской, доезжаете до Одинцова, и там тоже курсируют автобусы. Но они там будут ходить не так часто, даже скажу точно, когда. В 9.30, в 11, в 12.30 и в 14.00. Есть ли какая-то эта информация в сетях, может быть, где-то где-то посмотреть? Есть и на сайте, и на сайте Захаровой, и на сайте Одинцовского городского округа. Это все есть, пожалуйста, можно посмотреть. Возрастных ограничений вот нет, поэтому всей семьей приезжайте с детьми. Абсолютно верно. В общем, будет на весь день праздник. Кстати, до какого часа у вас там? До пяти. Но, как показал опыт, в пять только начинаем расходиться. Ну, у вас же будут там не только мастер-классы, будут художественные чтения, артисты принимают участие. Абсолютно верно. Будут такие блоки на поляне. То есть это абсолютно на все возраста и на все вкусы будет праздник. То есть те, кто хотят какой-то такой тишины и романтики, они могут погулять у пруда, могут зайти в музей, могут погулять среди художников, посмотреть художественные работы. Тем, кому хочется более яркого праздника, будет концерт. Концерт, кстати, тоже можно посмотреть сценарные планы на сайте Одинцовского городского округа. То есть все артисты примут участие. Ну, их очень много. Вот видите, мы подготовились. У вас тут 25 листов. Да, тут просто, можно сказать, многоотомников. И это только 4 часа. Да, это все это будет. Кто-то, может быть, просто хочет на природе поесть шашлык и выпить чай. А можно, да? Конечно. У нас была вот песня «Шашлын Дос» в программе «Позаевка». Да, да, все есть. Да, пожалуйста, перекусить на любой, опять же, вкус. Хотите что-то такое дачное, домашнее, хотите что-то, выпечка какая-то. То есть можно с собой привозить только желание прикоснуться к Пушкину. А там все есть. И парковка, и развлечение, и, друзья, можно будет покушать. Все это будет очень вкусно. Так, также можно приезжать и нужно приезжать в костюмах той эпохи. Это было бы прекрасно. Да, расскажите. Это было бы прекрасно, если люди придут в костюмах. Но даже если вдруг по каким-то причинам не нашлось дома цилиндра или выходного платья, то будет очень много мастер-классов, где будут бесплатные подарки, где будут дариться такие чудесные платки. Дариться? Да. Вот. Ну, нужно будет там выполнить некоторые задания. Прочитать Евгения Онегина. Да, неплохо бы знать Пушкина. Но, тем не менее, подарков будет много. Все не буду раскрывать, все тайны. Но обиженным не будет никто. Значит, историко-краеведческий музей. Давайте о нем поговорим. Что там сейчас интересного происходит, ну, кроме того, что вы принимаете участие вот в этом замечательном событии? У нас происходит очень много всего интересного, потому что только вчера у нас открылась выставка, которая называется «Пушкин – наше все». Это фраза чудесная Аполлона Григорьева, которой тоже уже больше двухсот лет. Правильно? Больше двухсот лет. Фраза датируется 1859 годом. Вот у нас именно присутствует имя. Считайте сами. Ну, вот. Поэтому, несмотря на то, что он звучит до сих пор современно, что «Пушкин – наше все», и мы такое название выбрали. На нашей экспозиции представлены музейные предметы и немного хулиганства. Мы разместили на нашей экспозиции также бытовые предметы, связанные с Пушкиным. Музей будет работать, да, как раз, второго? Второго, да. Вот тоже можно. То есть и туда, и туда. Да, друзья. «Пушкин – наше все» – это известная фраза, но, как говорят любители популярной музыки и Сергий Ижуков. Друзья Светлана Раханова, а также Инна Тютюнникова в гостях у теле-радио канала «Страна.ФМ» – представители историка Краеведческого музея Одинцовского городского округа. Мы уже сказали про то, что 2 июня будет очень интересно в Захарова, и всех пригласили. Значит, надо сказать, что там многое же будет бесплатно. Абсолютно верно. Все, что будет на поляне, все, как теперь модное слово, активности, будут абсолютно бесплатны. Абсолютно бесплатны. Это будут и выставки, это будет концерт, который будет идти на протяжении всего праздника. Это будут мастер-классы. Например, наш музей будет представлен тем, что мы будем учиться писать пером. Да вы что, тем самым? Тем самым гусиным пером, который будем оттачивать, будем вымачивать, и будем пытаться писать красивыми. То есть есть люди, которые до сих пор где-то передают из поколения в поколение этот навык? Как писать? Есть интернет. Интернет. Великий и прекрасный, где можно посмотреть и поучиться. Но если интернет – это виртуальная реальность, то на празднике в Захарово можно попробовать это физически. 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 То есть подписать открытку гусиным пером. Кто-то хочет пером пописать, кто-то шашлыков поесть, а кто-то, может быть, и интеллектуальной пищи хочет. Как быть этим людям, Светлана? Им будет очень интересно, потому что будут проходить викторины. Викторины, которые… в конце викторины обязательно будут призы. И, в общем, вопросы, которые касаются жизни и творчества Александра Сергеевича. Именно будут только пушкины, больше никого. В этот день мы будем говорить только о нем, и будем славить его, вспоминать его и говорить о нем. Значит, говорить о нем будете вы, и будут гости. Есть медийные гости, которых ждет Захарова, и давайте тоже скажем об этих классных людях. Абсолютно верно. Как я уже говорила, что будет концертная площадка, где будет концерт, и будут замечательные совершенно артисты. Но первого человека, которого бы мне хотелось упомянуть и сказать ему большое спасибо, и мы надеемся на его встречу, это народный артист Российской Федерации Аристарх Ливанов. Ждем, конечно, да. Это его будет программа, глаголом «Жги сердца людей». Это великолепное совершенно будет выступление. Оно начнется, я даже специально скажу, в 12-15. Пожалуйста, подъезжайте к этому времени. А мы приедем к 10, чтобы место занять. Это прекрасно, да. Тогда можно успеть и шашлычка поесть. Все понял уже, да. Ну вот, как я говорила, у меня целый такой научный труд фактически. Да, это, собственно, сценарий нашего праздника. Также будет выступление оперного певца Сергея Шеремета. Это баритон московской оперы, новой оперы. Баритоном или утром, да. Да, заслуженный артист Украины, лауреат российских международных конкурсов. Певец, который ведет активную гастрольную деятельность, выступая и в Англии, в США, Испании, Франции, Инверландах, Швейцарии, Израиле, Польше, Португалии, Германии и в Захарова. Молодец, так. Есть также гуслеры России. Да, они тоже будут обязательно. Это без них. Оркестр государственный, да. Абсолютно верно. Они будут выступать в 13.00. Так что, кто именно поклонник творчества этого коллектива, ориентируйтесь на 13.00. Подходите к сцене. Также будет выступление заслуженной артистки России Любови Руденко. Прекрасный артист Московского академического театра имени Маяковского. Поэтому многие ее знают. Она будет читать стихи. И также исполнит роман с Глинки. Я думаю, что это будет прекрасно. Я думаю, что у нас с вами сейчас есть прекрасная возможность не только рассказывать, но и показывать, как это бывает в Захарово. Да, как это было сомнение раза. Потому что у нас есть фотографии. И сейчас мы будем показывать эти фотографии в эфире Страны ФМ. Друзья, если у вас есть возможность, не только нас слушайте, но и смотрите. А вот гости как раз будут комментировать. Это бои такие детские, получается, да? Да, это такие забавы. Считаю, скорее всего, что-нибудь из Пушкина. Вот это вот, наверное, Руслана Людмила здесь. Что-нибудь цитаты оттуда идут сейчас. Наверное. Но я знаю только одно, что дети — это вечный двигатель и вечный прыгатель. Ой, как красиво. Слушайте, вот это костюмы. И если там взрослым иногда хочется каких-то... Это мастер-классы здесь, да? Да, это все мастер-классы и фотозоны. Также будет на празднике очень много фотозон, где, пожалуйста, можно фотографироваться. Можно костюм надеть или в костюме надо приехать? Как вот? В костюме приехать — это идеально, но какие-то такие элементы костюма будут обязательно. Аксессуары. Аксессуары, да. Аксессуары 19 века. Кот ученый, да, мы заметили его. С погодой всегда везло. Надеюсь, что и в этот раз повезет. Это можно выпечь там что-то, да, получается, русская печь? Это все мастер-классы, которые вот проходят на поляне. И, конечно, простому человеку никто не даст в печь, что называется, залезть. Только бабки. Можно посмотреть, да, можно посмотреть, как это делается. А это библиотека? Да, это библиотека, абсолютно верно. То есть это можно обмениваться книгами? Да, да. Как раз вот такие аттракционы времен. Александра Сергеевича. Так, это тоже мастер-классы. Это как раз пером пишут, да, здесь? Это урок вообще по русской каллиграфии, по русской азбуке. Причем у этой студии великолепный реконструированный станок печатный. То есть они еще показывают, как печатали первые книги. Это художник наш. Ух ты. А это оркестр. Абсолютно верно. Друзья, будет очень интересно. Это сказительница, видимо, да? Да, сказка. Мы все помним начало в гостях у сказки старшее поколение. Сказка о Попе, да? Балде. И как раз вот персонажи здесь развешаны. Ну, кстати, во время праздника будет проходить ведь первый международный фестиваль сказки. И маленький секрет открою, будут не только русские театры. Приедут театры из-за границы. Это будет в парке Захарова. И это великолепное зрелище. Дети не пожалеют точно, потому что это краски, это костюмы, это великолепные тексты. Я думаю, занятия найдутся всем по душе. Вы чем будете заниматься? Вы будете заниматься организационной деятельностью или будете вот в творческих... Мы будем в творческом процессе. Наши организаторы сейчас, к сожалению, не смогли прийти на эфир, именно потому что они занимаются именно организацией, чтобы все прошло без сучка и без задоринки, чтобы гостям было удобно, чтобы было все хорошо, и все получили удовольствие. Светлана, вот сотрудники историко-краеведческого музея, как вас можно будет там опознать? У вас какие-то костюмы будут вот в той эпохе? Как вы собираетесь выглядеть второго в Захарово? Второго в Захарово мы будем проводить мастер-класс, как я уже и говорила, по письму пером. Его будет проводить Инна Викторовна. Ей будет помогать еще одна наша сотрудница нашего музея, которая будет одета в реконструированный костюм. То есть здесь будет такая двойная история, то есть можно будет подписать открытку, забрать ее с собой и сфотографироваться с... Инной Викторовной. С Инной Викторовной тоже. Вот, отлично. С Инной Викторовной тоже. Друзья, мы сейчас сделаем маленькую паузу, после которой вернемся к разговорам. Будьте в компании Страна.ФМ. Друзья, Светлана Раханова, а также Инна Тютюнникова в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Я уверен, вы уже запомнили, что 2 июня, в воскресенье, к 10 к 11 мы приезжаем в Захарово и наслаждаемся праздником. И взрослые, и дети. Кстати, дети, давайте вот что... Потому что родители сейчас сидят с блокнотиками, что там, с чем подходить к ребенку и говорить, поехали, там будет вот то-то. Там будет каллиграфический конкурс. Это, во-первых, так как его представляем мы, то для нас он, во-первых. Но также будут традиционные игры пушкинской пары. Вот городки или что это было тогда? А это много, там всего будет. Там будут и городки, и не городки, потому что многие игры, они просто забыты. И для того, чтобы их вспомнить, приезжайте опять же в Захарово. И надо уже оторвать детей от смартфонов, от гаджетов, от вот этих постоянно мигающих экранов, и чтобы они наконец уже на воздухе, в красоте, и не просто поиграли, а поиграли все-таки в исторические игры. И потом, может быть, поехали на дачу или в пионерский лагерь, сейчас как он называется там, лагерь отдыха. И показали бы другим детям пушкинские игры. И научили других детей тому, чему научились в Захарово. Мне кажется, это замечательно. Также будут такие фотобудки для всех желающих. Они смогут сделать фотографию с логотипом парка и праздником бесплатно. То есть это совершенно такое... Сделать селфи? Да. Вот. Вы это любите, так что приезжайте тоже. Ну вот. Также будет анимация, стилизованная под пушкинскую эпоху от спортивной деловой команды 5-2. То есть это будет и спортивное такое мероприятие, и в то же время историческое. Ну вот я видел перетягивание каната у вас по фотографии. Это очень интеллектуальная игра и очень важная. Ну а как без физической нагрузки интеллект тоже будет усыхать? Конечно, конечно. Потом будет работа четырех сказочных фотозон. Сказочных? Да. Потому что там будут такие фрагменты сказок пушкинских. 33 богатыря? Не раскрываем. Мы не раскрываем. Мы рассказываем, но все секреты не раскрываем. Ну и конечно же будет мастер-класс по изготовлению, например, букетов из конфет. Эти букеты дети могут забрать с собой. Трудно найти ребенка, который бы не любил сладкое. Вот здесь как раз вы достали главный козырь. Букеты из конфет будут. Друзья, приезжайте. Вот поэтому. И опять же, как мы уже об этом говорили, что очень много будет точек, где можно и поиграть, и порисовать, и побегать. Самое главное побегать, потому что дети, все-таки ходить им чинно по празднику очень трудно. Есть дети, которые, знаете, очень любят выступать. Им будет данная возможность. Например, на празднике, который посвящен Александру Сергеевичу Пушкину, может быть, какой-нибудь ребенок захочет выйти на сцену и что-нибудь прочитать. Я думаю, что мы всегда пойдем на встречу. Это как-то поощряется, да? Конечно, конечно. Знание Пушкина, его стихов, всегда большой козырь на нашем празднике. Инна, расскажите, что там детей ждет еще? Ну, вы знаете, если уж очень хочется почитать свои стихи или стихи Пушкина, традиционно на Пушкинском празднике организуется выступление поэтов. Это совершенно отдельная поляна у пруда, у памятника Пушкину лицеисту, который, кстати, извоял наш одинцовский мастер Алексей Хижняк. Там традиционно устраиваются состязания поэтов. Любой человек может выйти и произнести то, что он хочет произнести, будь это бессмертные строки Пушкина, будь это его собственное источнение. Вот как красиво вы говорите, состязания поэтов. А сейчас ведь что, говорят, рэп-баттл и все? К сожалению, не владею этой терминологией, простите. Что еще сказать о мастер-классе? Мало того, что проходит мастер-класс, что называется, под сурдинку, мы ведем небольшую экскурсию. Ну вот, если хотите, фрагмент. Давайте. Пушкин ведь пробовал писать стальным пером. В то время уже были заграничные стальные перья, но не пошло. Поэтому Пушкин вернулся к гусиному перу, к своему привычному инструменту. И когда современный человек берет гусиное перо в руки, не справляется. Очень трудно, мы не умеем их очинивать, мы забыли, как это делается. Но восторг и всегда очень большое восхищение, потому что, ну как? Ну как можно написать Евгения Онегина от руки, пером, макая его каждые пять минут в чернила? Велик. Вы пробовали писать? Да, конечно. Готови мастер-класс, я пробовала. Какие мысли вот рождаются? Вы знаете, вот так садишься и пишешь. Я помню чудное мгновение. Только потом вспоминаешь, что это не ты. Это уже, оказывается, да, когда-то там написали, да. Ну, друзья, есть возможность окунуться в мир Александра Сергеевича Пушкина. Кстати, этот мир для вас когда открылся? Как вы помните, когда впервые? Конечно. Да. Ну, я не знаю. Мы об этом уже как-то вспоминали совсем недавно. И каждый вспоминал своего Пушкина, который вот именно в его душе. И я очень хорошо помню, что когда я приходила домой, и меня родители спрашивали, например, там, ты сделала там то-то или там какие-то... Исполнила обязанности. Я говорила, я не знаю. И всегда ответ всегда один. А кто знает Пушкин? Я прожила всю свою жизнь с точной уверенностью, что Пушкин знал все. Ну, как бы... И более того, мои дети выросли тоже с этой же фразой. То есть, когда они приходили и говорили, не знаю, я говорила, а кто знает Пушкина? Они бывали в музее? Конечно. Что для них самое интересное там? Ну, у меня уже, правда, взрослые дети. Поэтому, когда они пришли первый раз и в Захарова, они уже были, в общем-то, не малыши. Поэтому они смотрели и прут, гуляли по парку, ходили в музей. Конечно, детей очень часто интересуют именно какие-то бытовые моменты. С кем дружим? Где та самая кружка? Да, где та самая кружка. Вот. Мой сын, он вообще родился 6 июня, поэтому 6 июня он всегда приезжает в Захарова. Это судьба, да, действительно. Инна, как у вас знакомство со стихами, с творчеством Александра Сергеевича произошло? Ну, вы знаете, не устаю повторять и никогда, наверное, не устану. Читайте детям Пушкина. Дело в том, что кем бы вы ни стали в будущем, это даст вам очень хорошую закалку в плане языка. Ничего лучше, чем пушкинские стихи не воспитывает восприятие чувства русского языка, чувства русскости. И для меня Пушкин – это всегда очень-очень раннее детство и мамин или папин голос. Пушкина читали с совершенно маленького возраста, и читать-то я научилась только на сказках Пушкина. Поэтому вот эта прививка правильным, красивым, необыкновенно богатым русским языком нужна. Читайте детям Пушкина, это очень важно. Друзья, а вот с чего начать, мы об этом расскажем чуть позже. Будьте в компании «Страна.ФМ». Сейчас немного музыки. Дамы и господа, мы продолжаем. У нас в гостях Светлана Раханова, а также Инна Тютюнникова. И мы говорим о том, как классно, как правильно провести летние, первые летние выходные. Добро пожаловать в Одинцовский район, добро пожаловать в Захарова на праздник, посвященный 220-летию Александра Сергеевича Пушкина. В 44-й раз уже будет. А слушайте, как возникла вообще вот эта идея 44 года назад? Кто первым придумал, а давайте будем делать вот такой праздник? Ну, конечно, всегда большому делу предстоитут энтузиасты. Они сначала, эти люди, просто собирались в Захарова, читали стихи. Это были пушкинисты, люди, которые посвятили свою жизнь, творчеству Пушкина. И те, кто просто любил Пушкина, они просто в этот день собирались и говорили... Их никто не звал, они приезжали и устраивали там, да. И настолько это было, видимо, искренне, и настолько это было в правильном месте. И, как Инна Викторовна уже говорила, дух Пушкина там над ними как-то витал. Ну, что из этого, в общем, такого самодеятельного, можно сказать, даже сбора вырос этот праздник. Вот люди, которые приезжают и читают стихи не только Пушкина, но и свои. Как они? Они как-то с вами организуются или они сами по себе приезжают? Вот, вот, насколько они вовлечены в организацию праздника? Ну, в организацию, наверное, они, может быть, и не очень сильно вовлечены, особенно те, кто приезжает сам. Они вовлечены как раз в участие, что самое главное. Вот, так как все, кто приедет на Пушкинский праздник, там будет навигация, будут везде описаны и показаны точки, где в каждом месте. Где тянут канат, где читают стихи, где пишут пером. Да, абсолютно верно, да. И поэтому человек приходит, он смотрит программу праздника, навигацию и понимает, что ему сейчас интересно. Может быть, сейчас ему интересно перетягивать канат, а через полчаса ему уже интересно читать стихи Пушкина. Или наоборот. По поводу стихов мы советуем начинать со сказок Александра Сергеевича, да, с классических сказок. Если ваши дети еще их не знают, но это счастливое время, вы их познакомьте, пожалуйста, со сказками Александра Сергеевича. И вот как советуют им, читайте детям слух, не заставляйте детей там сразу начинать читать по слогам что-нибудь. Ну и так можно, и так, потому что начинать читать с поэзией Пушкина, это совсем неплохо. Язык красивый, мелодичный, великолепный. Поэтому если первые строки будут прочитаны именно Пушкина, возможно, все хорошо будет. В 2019 году Краеведческий музей, что кроме вот этого мероприятия еще готовит? Может быть, какие-то экспозиции, может быть, что-то вот осенью у вас там стартует? Музей живет насыщенный жизнью, потому что историко-краеведческий музей – это музей про наших жителей. Поэтому наш спектр очень широк. То, что касается Пушкина, мы уже сказали, что у нас открылась выставка «Пушкин. Наши все». А с сентября месяца у нас там будут литературные уроки. Вот Светлана здесь поподробнее, кто чему учит. Вы писателей готовите? Литературный у вас, получается, факультет открывается? Ну, это не совсем факультет литературный. Мы не будем отбирать хлеб у коллег. Сейчас они выдохнули, да. Счастливо. Мы готовы, наоборот, с ними сотрудничать. Если вдруг кто-то захочет почитать свои лекции, посвященные Пушкину на территории нашего музея, мы будем просто счастливы. А вообще мы приглашаем классы, где, опять же, говорим о Пушкине. О нем можно говорить бесконечно. Можно говорить о нем как о человеке, как о поэте, как о творческой единице, которая так много в себя вобрала и так много отдала всему миру. Вот смотрите, эти литературные классы, это будут приезжать... Это не совсем классы. Это мы будем, как бы, литературный класс, мы, наверное, может быть, назвали не очень грамотно, или я так не очень грамотно сказала. Мы будем уроки. Это будут больше даже, наверное, уроки. Хотя слово уроки детей отпугивает. Поэтому нам хотелось это назвать иначе, чтобы был диалог. То есть не было такого, что вот пришли в музей и скучно. Надо, чтобы пришли в музей, стало весело и интересно. Слушайте, я желаю, чтобы у вас в музее было так, как вы говорите, весело, интересно. И давайте еще раз напомним, что собираться в Захарова 2 июня можно уже, начиная с 10 часов. Абсолютно верно. В 11 начало первое. В 12 начало уже торжественное. И все гуляние будет продолжаться как минимум до 17.00. Абсолютно верно. Канат будет, перо будет, каллиграфия будет. Поляна сказок будет. Интеллектуальные конкурсы будут. Забавы, которыми еще Пушкин увлекался в детстве, тоже будут. Качели, карусели. Вот. Аллея художников. И, кстати, деревянные там скульптуры у вас. Что вот это вот еще? Это очень постоянная экспозиция в Захарово, такая поляна сказок, очень интересная, красивая. Там любят очень гулять малыши, а кто постарше фотографироваться. Поэтому приезжайте, посмотрите. Абсолютно бесплатно, друзья, можно сфотографироваться и провести время. Хотелось бы пожелать, чтобы вы продолжали 44-й, а в следующем году 45-й. Очень красивая дата. И я желаю вам такого креативного штурма. И роста. Рост, да. Чтобы придумали что-то еще круче, чем вы запланировали в этом 2019 году. Что мы пожелаем школьникам, которые вот думают, что наконец-то вот учебный год закончился, впереди лето. Что мы им пожелаем? Ну, во-первых, здоровья. Потому что лето требует очень много от школьников здоровья. Им надо бегать, прыгать, плавать, я не знаю, развлекаться. А когда устали бегать, прыгать и плавать, читайте хорошую литературу. Читайте Пушкина. Большое спасибо. Светлана Раханова, а также Инна Тютюнникова были в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Большое вам спасибо. Всего доброго. И до новых встреч. Спасибо. Всего доброго. Ждем всех. Лучшее в стране. Субтитры создавал DimaTorzok